Семинар, последний семинар до каникул, и сегодня у нас выступает Алексей Вячеславович Беляев с докладом «Механо-чувствительные белки крови и их роль в клеточном гемостазе». Пожалуйста, Алексей, показывайте свой экран и можете начинать доклад. Так, я сейчас попробую весь экран показать. Видно ли на его фоне презентацию? Пока что нет. А, вот сейчас видно презентация. Маленькая только, не на весь экран, а маленькая. Да, сейчас большая. Хорошо. И если, да, я хотел только сказать, что если у нас по ходу будут вопросы, а вы можете не видеть, я не знаю, вы видите на экране участников или нет, часто их не видно, вот, а я вижу. И тогда, если будут вопросы, то с вашего позволения я буду по ходу дела их задавать, да, вас прерывать. Виталий, задавайте вопросы по ходу дела. Я не вижу, кто задает вопрос, ну, то есть у меня только презентацию видно, поэтому жду от вас команды и вполне можно. Хорошо, отлично. Договорились? Тогда, пожалуйста, мы вас с интересом слушаем. Здравствуйте еще раз, дорогие коллеги. Вашему вниманию я сегодня представлю доклад на тему роли механочувствительных белков крови в клеточном гемостазе. Вначале я хочу в несколько слов рассказать, что такое гемостаз, как феномен и зачем он нужен. Гемостаз и тромбоз часто идут вместе и в разных проблемных работах их также отмечают, вот, как две стороны одной и той же медали. То есть, с одной стороны, это система остановки кровотечений, которая в организме выполняет защитную функцию, и при повреждении стенок сосуда система гемостаза препятствует вытеканию крови из сосуда, из организма, благодаря формированию такого агрегата из клеток и белков под названием тромб или гемостатический агрегат, гемостатический сгусток, по-разному называют. Но в ряде ситуаций этот тромб может расти внутрь сосуда, например, если повреждена стенка эндотелия, стенка сосуда, клеточка эндотелия воспалилась или отмерла, начинает налипание тромбоцитов и потом стабилизация этих тромбоцитов специальным полимером фибрином, который образует гелеобразную сетку между тромбоцитами. И вот такой тромб может вырасти до какой-то конечной ширины, перекрыв лишь часть сосуда и практически не угрожая нормальной функции этого сосуда, либо может его перекрыть вообще. Бывают опасные ситуации, когда часть тромба может оторваться, и тромбы в организме все бывают разные, многое зависит от того, где этот тромб вырос, в каких условиях. И поскольку все это происходит при активном кровотоке, вот здесь вот не видно вот эти смазанные следы, это следы от клеток крови, которые с большой скоростью относительно пролетают, и, конечно, тромб может отрываться. Тромб может состоять из разных частей. То есть если мы говорим о кровотоке в артериях или микрососудах, такие как артериолы и венулы, то чаще всего там высокие напряжения сдвига возникают вблизи стенки сосуда. И вся надежда на агрегацию тромбоцитов. Вот это первое звено гемостаза и тромбоза называется тромбоцитарное или клеточное звено. Тромбоциты могут агрегировать друг с другом, могут прилипать к поврежденной стенке эндотелия, к коллагену прилипать и так далее. Тромбоциты обладают таким свойством, как активация. Так, я не знаю, видно ли лазерную указку, вот я сейчас показываю. Да, да, мы видим. Я ей буду указывать. Значит, тромбоциты могут активироваться, то есть претерпеть некоторые изменения своих функций и физических свойств, формы, липкости, условно говоря, и так далее. Могут сигнализировать химическим путем другим тромбоцитам о том, что здесь надо активироваться. Но, кроме того, они все могут инициировать, сами по себе этот агрегат может инициировать плазменное свертывание. Плазменное звено гемостаза – это второй компонент, который основан на достаточно сложной системе биохимических реакций. Иногда называют каскад плазменного свертывания, потому что там одни вещества активируют другие и так далее. Это все такой ступенькой каскадной происходит. Там есть и ингибирование, и достаточно сложно устроенная система. И в конечном итоге плазма свертывается, и продукт этого свертывания – фибриновый гель, фибриновый сгусток. Проблема в том, что сама по себе плазма в условиях гидродинамического потока, такого, как, например, в артериях или артериолах, сильно подавляется вот этим потоком. Для этого и нужны тромбоциты. Сейчас по современным представлениям считается, что тромбоциты формируют такой каркас, внутри которого течение медленное, и плазменное свертывание нормально себя чувствует. Кроме того, некоторые компоненты этого каскада плазменного свертывания также могут активировать тромбоциты. Здесь много обратных связей есть. Я не буду подробно вдаваться в детали вот этой части, поскольку в докладе обозначено, что сегодня мы говорим о тромбоцитах, о клеточном гемостазе и о самых первых этапах прикрепления тромбоцита в месте повреждения сосуда и активации этого тромбоцита. Ну, естественно, роль гидродинамики и гемодинамики, правильно можно сказать, в росте тромба достаточно существенная. Как оказалось, вот в работе с коллегами мы рассчитали, какие напряжения сдвига действуют на тромб в зависимости от его геометрии. Оказалось, что здесь геометрия сосуда, геометрия тромба влияют на гемодинамику отдельного участка системы кровообращения. И получается, что силы гидродинамические, которые действуют здесь на тромб наверху, они тем выше, чем меньше относительная длина тромба относительно длины участка сосуда между двумя последовательными бифуркациями. И высокие гидродинамические силы приводят к тому, что короткие тромбы, у них сверху срываются тромбоциты, они где-то стабилизируются на какой-то определенной длине. А длинные тромбы, они могут закупорить сосуд, и здесь получилось, что гидродинамика приводит к таким вот следствиям, ну, можно геометрические размеры области повреждения сопоставить с судьбой тромба. То есть можно предсказывать, то будет ли закупорен сосуд или нет. Детальное изучение этой проблемы показало, что адгезия тромбоцитов, она тоже не такая уж и простая, не просто какая-то линейная функция, значит, при малых скоростях сдвига прилипает хорошо, при больших отрывается. Адгезия тромбоцитов сама по себе, тем более первичная адгезия, опирается, как правило, на специфические белок-белковые взаимодействия между рецепторами, которые есть на тромбоцитах, и теми белками, которые присутствуют в плазме. Я подробнее чуть попозже об этом скажу. Хотелось бы еще сказать, что сам по себе тромб, который формируется как минимум в таких гидродинамических условиях, какие есть в артериях, артериолах и венулах, имеет неоднородную структуру. И, в общем, само по себе формирование этой структуры, вот почему так происходит, до некоторой степени еще, не сказать, что загадка, подвижки в этом есть определенные, но тоже не до конца понятый процесс. В частности, были работы, в которых показано, что тромб состоит, такой тромбоцитарный тромб состоит в основном из тромбоцитов, которые неоднородно активированы. То есть те тромбоциты, которые ближе к месту повреждения находятся, они за время роста тромба успевают активироваться, успевают изменить свою форму. Более плотно упакованы, то есть вот это вот ядро, так называемое, тромба, оно имеет пористость относительно порядка 40%, в отличие от внешней оболочки, которая гораздо более рыхлая. Также вот эти тромбоциты уже на мембранах своих содержат пасселектин. Кроме того, здесь повышается концентрация тромбина, аденозин дифосфата, и вот эти активаторы, органисты, они дефундируют из ядра тромба наружу, и постепенно вот это ядро расширяется до какого-то момента. Иногда оно расширяется так, что весь сосуд закрывается тромбом, а иногда где-то останавливается. И вот эта оболочка внешняя из слабо активированных тромбоцитов, которые относительно слабо связаны, и там практически нет фибрина, она активно срывается потоком гидродинамическим. Толщина оболочки, как она зависит от адгезионных свойств тромбоцита, от скоростей кровотока, от всех параметров, которые есть в системе, это тоже еще до некоторой степени загадка. И поведение такого агрегата, такого тромбоцитарного тромба, во времени оно тоже может быть разным. То есть оно может быть либо монотонным, либо колебательным в виде таких вот нарастаний оболочки и срывов ее. То есть там есть какой-то релаксационный процесс, который не до конца понят, и его физика, и его причина биомеханическая. Но сегодня мы будем говорить не столько о формировании такого агрегата, сколько о непосредственном взаимодействии между тромбоцитами, поскольку понятно, что именно вот эти силы, которые удерживают тромбоциты вместе и противодействуют таким образом гидродинамическим силам, они и являются основой формирования тромбоцитарного агрегата. На мембранах тромбоцитов содержится большое число различных рецепторов. Большое число это как по типам, так и вообще их там очень много. Рецепторов каждого типа несколько десятков тысяч на один тромбоцит приходится. Но основными здесь являются для первичной адгезии, первичного прикрепления тромбоцитов, пожалуй, два или три рецептора. Первый рецептор это гликопротеин 1B5-9, его так пишут, потому что на самом деле это комплекс белков, который на мембране здесь собран, но ключевым является именно гликопротеин 1B, про который я, в общем, буду говорить. То есть обычно, если говорю GP1B, это означает, что имеется в виду вот этот вот рецептор. Один из доменов его, внешний, вне клеточный, может прикрепляться весьма с высокой степенью селективности к другому белку, который присутствует в плазме крови под названием фактор фон Виллибранда. Считается, что взаимодействие между этими двумя белками это основной механизм первичной адгезии тромбоцитов в условиях артериального кровотока и микрососудистого кровотока. Вот в венулах и в различных застойных зонах могут проявляться другие механизмы взаимодействия тромбоцитов, а также взаимодействия между тромбоцитами и эритроцитами. В частности, вот здесь присутствует также GP2B3A или интегрин альфа 2B3 альфа, который может пребывать в различных состояниях. То есть он может быть способен к адгезии, то есть в активном состоянии присутствовать, и тогда он может связывать молекулу фибриногена. Фибриноген хорошо сорбируется на всякое, в том числе на эритроциты, в том числе другие тромбоциты могут захватить фибриноген и вот через этот мостик связаться двумя интегринами. Алексей, простите, пожалуйста, можно уточнить? Мы, может быть, раньше это обсуждали, но мне кажется, это важный вопрос. Не могли бы вы уточнить, вот рецептор GP1B и фактор Вильбранта, они могут соединяться в том случае, когда тромбоцит не активирован, правильно ли я понял? Да, считается, что рецептор GP1B всегда готов к прикреплению. Значит, тромбоциты уже могут первично соединяться между собой и присоединяться к стенке, будучи в неактивированном состоянии. Тромбоциты готовы прикрепляться к фактору Вильбранта. Другое дело, что фактор Вильбранта здесь имеет предохранитель, о котором я как раз и буду говорить чуть дальше. И вот это механочувствительное свойство защищает его от избыточной способности к агрегации. А вот этот второй рецептор GP2B, он уже должен быть активирован, чтобы к нему фибриноген присоединился? С ним история сложнее и интереснее. Недавно только появились работы, в которых показано, что GP2B3A изначально присутствует в состоянии с малым сродством фибриногена и вообще такой закрытой конформацией, куда просто геометрический фибриноген не помещается. Вот палочка. Есть часть рецепторов на тромбоците, даже инактивированном всегда, которые вдруг переходят в так называемое промежуточное состояние. То есть он как бы еще не сильно активированный, но уже может фибриноген связывать и уже как-то прикрепляться. Не есть сильно активированное состояние, когда этот GP2B3A уже необратимо переходит в такую конформацию, в которую он связывает фибриноген хорошо и сильно и прочее. То есть это вопрос не требует изучения на самом деле. Да, и последнее вот уточнение я хотел спросить. Селектин, вы про него будете еще говорить? Он же тоже там вроде присутствует. А вот сегодня я не готовился рассказывать про селектин и про то, что происходит после сильной активации тромбоцитов. То есть мы говорим о начальных этапах агрегации тромбоцитов. Я буду про фактор Вилебранда и GP1B говорить. Хорошо, спасибо. Продолжайте. Да, конечно, вот здесь на фотографии из статьи Максвелла мы видим агрегат из тромбоцитов, которые уже сильно активировались. Вот у них филоподии вылезли, у них произошли изменения цитоскелета и наверняка, конечно, у них P-селектин начинает на мембранах экспонироваться, то есть изнутри наружу переходить. Но вот такие тромбоциты формируют то самое ядро тромба. Нас в основном интересует, а что происходит с этой оболочкой шелл тромба, и поэтому мы рассматриваем только начальные этапы адгези в данной работе. В дальнейшем, конечно, это очень любопытно посмотреть, что происходит при активации этих тромбоцитов. Ну и здесь я не сказал, еще, конечно, есть рецепторы к коллагену, они передают сигнал, то есть здесь многое сигнализация основана на конформационных изменениях в этих белках, и вот снаружи мембраны они передают сигнал внутрь, там происходит ряд процессов, которые приводят к тому, что в цитозоле повышается уровень кальция, и это главный сигнализация к тому, чтобы активировать интегрин. Ну а сегодня больше будем говорить о биомеханических свойствах вот этой пары GP1B и фактора Виллебранда. Собственно, фактор фон Виллебранда – это ключевой объект исследования нашей команды на данном этапе. И что он из себя представляет? Это сравнительно большой, некоторые говорят, самый крупный по массе гликопротеин, присутствующий в плазме, крови человека в нормальных условиях. Этот белок состоит из ряда глобулярных доменов, связанных последовательно друг с другом. И вот здесь вот из обзорной статьи Спрингера можно увидеть вот на этой электронной фотографии, что эти домены глобулярные, они вот так соединяются в такую симметричную конструкцию. У этой конструкции, значит, есть вот часть вот такая выгнутая, да, начинается это все с домена Д-штрих-Д-3, вот здесь вот, здесь дальше отмечен шариком таким вот, ну, чуть меньше 5 нанометров в диаметре домен А1, который, собственно, и отвечает за прикрепление к рецептору GP1B на тромбоцитах. То есть вот это вот, ну, считается, что главная функциональная часть фактора Виллебранда в отношении его работы в тромбоцитарном гемостазе. Дальше идет домен А2, вот этот вот шарик, они соединены линкером, линкер достаточно длинный и подвижный, его не видно. Вот, но между доменами А1 и А2 существует определенный такой белок-белковое притяжение, но достаточно сложной природы, в основном там силы электростатические работают, такие, что А1 и А2 и А3 вообще стремятся собраться в естественных условиях, когда нет внешних сил, в такой вот клубочек и держаться близко друг к другу, но здесь белок, видимо, адсорбированный был на поверхности, поэтому они вот так по отдельности здесь представлены. Дальше домен А2 отвечает за регуляцию длины фактора Виллебранда, я чуть позднее об этом поподробнее скажу. Домен А3 считается главным доменом, который позволяет фактору Виллебранда цепляться к коллагену, то есть считается, что вот он сначала к коллагену адсорбируется через такую белок-белковую связь с доменом А3, потом, значит, разворачивается, вот этот домен А1 отходит от вот этого домена А2, пространственно как бы так вот обособляется, и пространства вокруг него достаточно для того, чтобы сюда присоединился рецепт от GP1B тромбоцита. Дальше идет такой вот хвост, или стебелек его называют, C-концевой, он состоит из домена D4 и последовательности C доменов, где много цистеина, и вообще они достаточно жесткие, и на конце они скрепляются вот таким вот доменом парным CT-CK, здесь двойные цистеиновые связи, здесь достаточно сложное, достаточно прочное, хотел сказать, соединение, а вот этот хвост, он на самом деле некоторой гибкостью обладает, и более того, он может разворачиваться, то есть мы видим, что вот здесь даже как-то вот спираль завитая структура, и эти белки с зеркальными своими братьями, они здесь как-то агрегируют, формируют что-то наподобие такой молнии, замка молнии, которые позволяют при определенных условиях этот димер фактора Виллибранда застегивать в компактную конформацию, и при определенных условиях других уже позволяют ему так расстегиваться, как вот показано на рисунке, на микрофотографии справа, вот мы видим здесь вот такие нити, и мы видим, что вот эти C-концевые домены, они в расстегнутой, скажем так, конформации, да, но при этом вот между ними вот здесь формируются такие вот достаточно плотные вот конгломераты из доменов А, D и D'D3 из этих доменов. То есть вот это вот известно сейчас из экспериментов, что вот этот хвост и домен D4, в частности, их взаимодействия электростатические, и электростатика определяется тем, какие группы на поверхности глобулы каждой заряжены, а какие и какая величина этого заряда. И, естественно, этот хвост реагирует на изменение pH среды достаточно существенно, и считается, что, в общем, при сборке этого фактора Виллибранда в мультимеры вот такие изменения pH среды – это управляющий такой фактор, который позволяет их правильно собрать из какого-то хаоса вот с такую упорядоченную структуру. Ну и, конечно, поскольку размер этого белка большой, вот такой димер, кроме всего прочего, ковалентно сшивается, и вот может дальше вот здесь продолжается, и в таких димеров в составе одного взрослого мультимера здорового может быть от 30 до 50 штук. То есть такой белок в собранном виде, в мультимерной форме, как он циркулирует в кровотоке, может быть весьма длинным. И поэтому он может быть чувствителен к гидродинамическим силам. Это было показано, что действительно при повышении сдвиговых напряжений в жидкости и выше определенного порога этот фактор Виллибранда может из вот такой вот конформации клубка полимерного разворачиваться в более нитевидную конформацию. Но поскольку система обладает сложным иерархическим устройством, здесь при приложении внешних сил могут происходить определенные конформационные изменения, как вот на масштабе целого мультимера, так и внутри одного димера могут происходить. Более того, и на масштабе отдельных глобул они все эти внешние силы прекрасно чувствуют и могут соответствующим образом реагировать, либо разворачиваясь полностью, либо частично как-то меняя свою конформацию. Это сильно влияет на механические свойства этого белка. То есть фактор Виллибранда – такой яркий пример механохимических превращений, когда приложения механических воздействий, механических деформаций на белковую молекулу вызывают изменения в биохимии рассматриваемой системы. Алексей, а можно еще задать вопрос по предыдущему слайду? На правой картинке это димер или это мультимер? Это мультимер. Да, сколько? Как здесь можно увидеть, где эти димеры между собой соединяются? Вот здесь, по-моему, стрелочками авторы работы пытались обозначить стрелочки. Это вот это вот CTCK, шивка двойная, то есть это серединка димера. А вот этими стрелочками, не помню, по-моему, ну понятно, что это вот эти вот собрания global из A доменов и D. То есть здесь вот один димер я здесь вижу, вот здесь вот я внизу указкой показываю. А тут сколько их? Ну порядка десяти, наверное, если так приглядеться, получается. Ну а как вот, если мы берем два димера, то область A1 одного димера подсоединяется к области CTCK другого димера? Или как это происходит? Нет, нет, димеры, вот димер, вот он собран. Здесь A1 соединяется с A2, A2 с A3, N конец с C концом белка, то есть это линейный полимер в рамках вот одного мономера. Дальше вот здесь в этом домене, вот CTCK, он достаточно сложно в пространстве так вот перекручен с своим соседом. И при этом там есть еще сшивки цистеиновые, ну тут грубо говоря ковалентные связи между вот не N и C концами, а где-то посередине, где десульфидные связи образуются. Там есть несколько таких вот связей, здесь все сшито. И вот такая вот субъединиться дальше, соединяется с другим димером, также симметрично, через домен D'D3. И тут опять же есть десульфидные связи, и это все в аппарате Гольджи происходит. Там достаточно хитрая вещь, тут еще пропептид отрезается специальным ферментом, и вот соединяется через D'D3, D'D3. Их здесь не трудно разрешить на вот этой фотографии, но условно считается, что именно так это происходит. Было доказано разными методами, путем люди даже воссоздавали условия, при которых этот фактор Вилебранда вызревает и мультимиризуется, и показали, что скорее всего механизм именно такой. Хорошо, спасибо, Леша. А где он синтезируется, можно напомнить? В каких клетках? А, значит, в каких клетках? Чаще всего в клетках эндотелия сосудов он синтезируется. Там же в аппарате Гольджи он вызревает, мультимиризуется. И затем упаковывается достаточно плотно в тельца Вайбеля-Паллады, такие продолговатые гранулы, не круглые, а продолговатые. Дальше они подходят к, подносятся к специальным аппаратам, в том числе там есть активный миозиновый сократительный комплекс, к мембране клетки эндотелия с той стороны, которая выходит в кровоток, с той мембраны. И с какой-то периодичностью они туда, там фьюжн-мембраны происходят, то есть тельца Вайбеля-Паллады, их мембрана обобщисляет с внешней мембраной клетки и выталкивается туда вот эти столбики Вилебранда. Потом он разворачивается в потоке крови, нарезается там металлопротеиназа специальный и выходит туда. То есть в норме этот процесс синтезирует клетки эндотелия здоровые, он в них хранится, вот в этих вот гранулах, и может экстренно при воспалительной реакции какой-то или при иммуном ответе, ну что-то нехорошо себя клетка чувствует, подается некоторый химический сигнал, и она может его много выбросить из себя. Такие условия тоже неприятные, опасные, потому что фактор Вилебранда изначально внутри клетки хранится в виде ультрадлинных мультимеров, то есть вот это как бы нормальный мультимер из десятка состоящей, из десятка димеров, а там их может быть около сотни и даже больше. Такие длинные нитки, которые лепят на себя все тромбоциты, которые только можно, и создают такие тромбы миниатюрные. Это может быть опасно всегда, потому что такие неустойчивые тромбы, они могут оторваться, куда-то там полететь, что-то закупорить, естественно, и с этим пытаются бороться. Получается, что этот металлопротеаза – это критически важная вещь, да, потому что металлопротеаза держится очень длинным, его делается очень много, и металлопротеаз просто его режет на нужные куски. Да, да, и вот с дефицитом функции металлопротеаза АДАМ-ТС-13 связаны ряд болезней, там, тромботическая, тромбоцитопеническая пурпура как раз возникает из-за того, что слишком длинные факторы Вилебранда выбрасываются в кровоток, и их никто не нарезает. А вот нарезание как раз происходит по механизму разворачивания вот этого домена А2 механическими силами, и там высвобождается вот то место, где этот металлопротеаза может прилепиться, может распознать вот этот вот нужный участок, и с помощью атома цинка расщепить ковалентную связь между определенными аминокислотными остатками. Вот этот домен А2, его механические свойства напрямую определяет способность вот этого фермента разрезать факторы Вилебранда на здоровые куски. Понятно, его надо разрезнуть сначала, чтобы разрезать. Да, да, там еще, я чуть позже скажу, там еще интересные такие механические вещи, механо-химические есть, которые хотел бы исследовать тоже. Ага, спасибо. Вот, значит, дальше. Собственно, про адгезию тромбоцитов хотелось уточнить вот такую ситуацию, достаточно интересную, тоже связанную с механо-химией, механо-рецепцией. Если посмотреть, как устроен вот этот вот GP1B, точнее, это вот GP1B-альфа, это часть вот этого рецептора, который непосредственно прилипает к фактору Вилебранда. Оранжевым вот здесь вот этот рецептор тромбоцита показан, часть его, ладошка такая, у него действительно как будто на варежку похожа вот эта изогнутая верхняя часть, как четыре пальца. И вот здесь есть еще один фингер, так называемый, выступающий сюда, как противостоящий большой палец. И здесь, судя по всему, наиболее прочная связь осуществляется, когда вот этот фингер попадает, ну, соединяется с бета-листом, который внутри вот этой глобулы домена А1 фактора Вилебранда находится. И, конечно, необходимо, чтобы вот эти вот два белка нашли друг друга, необходимо, чтобы они правильно ориентировались в пространстве друг относительно друга, поскольку белок-белковое взаимодействие наиболее прочно, когда они вот, ну, когда энергия этого комплекса, энергия гипса минимальная, то есть они в такой потенциальной яме находятся. И действительно у этих белков есть для этого приспособление, это электрический заряд. То есть здесь вот А1 считается, что он представляет собой такой диполь, у него часть поляризована, то есть часть положительная, часть отрицательная. Ну, речь идет в основном о заряженных группах, которые на поверхности выступают. А вот эта внутренняя ладошка GP1B-α, она тоже противоположный заряд несет, и вот таким образом они распознают на больших дистанциях, как должны прилепиться. Следующий интересный момент, он связан с тем, что вот этот комплекс, который в базе данных полимеров находится, белков PDB, protein database, вот под таким вот наименованием, его легко найти, можно посмотреть его там, он представлен в условиях, когда взяли два белка, дали им связаться в свободном состоянии, никак механически у них не воздействие, кристаллизовали эту штуку и рентгеноструктурный анализ провели. Вот в жизни, когда они друг слипаются в условиях кровотока, конечно, на них действуют определенные силы, то есть за конец вот этого белка тянет весь тромбоцит, и за фактор Вилебранда тоже сила реакции действует в противоположную сторону. И под действием внешних сил этот комплекс себя ведет уже достаточно интересно. Тут могут быть несколько изменений в состоянии и в афинности этих белков друг к другу. Но в частности, если сила приложена к ним очень большая, а они еще не успели перейти в такую выгодную конформацию, соответствующую глобальному минимуму энергии гипса для этого комплекса, то они разрываются сразу, и это слабая связь такая происходит. С другой стороны, если сила какая-то умеренная, то есть небольшая, то может произойти такой структурный переход, связанный с тем, что вот здесь вот у... Ну, грубо говоря, домен А1 фактора Вилебранда меняет свою конформацию и становится более конформным вот этой выгнутой поверхности. GP1-B. Ну, это схематическое изображение, на самом деле это не совсем так, но вот она отражает саму суть в том, что здесь происходят конформационные изменения. И вот такой комплекс разорвать уже требуется большая сила, и, соответственно, он живет дольше и дольше позволяет тромбоциту держаться вблизи места повреждения. И это приводит, кстати, к интересной такой немонотонной, нелинейной зависимости скорости качения тромбоцитов по поверхности, на которой фактор Вилебранда нанесен. В лабораториях часто применяют такую инвитро методику исследования, вот этой адгезии, в частности, исследования того, как мутации этих белков влияют на агрегацию тромбоцитов. И показано, что в норме при малых сдвиговых напряжениях в микрофлюидной ячейке тромбоциты неохотно липнут. При очень высоких сдвиговых напряжениях их часто срывает гидродинамическим потоком, а при промежуточных каких-то они липнут в большом количестве и формируют тромбоцитарный агрегат. Вот это второй биомеханический фактор, который оказывает влияние на глобальную структуру образования в этой системе. Как я уже говорил, Вилебранд может прикрепляться и к коллагену, благодаря домену А3, я здесь не показываю для краткости, там отдельная история. Он может прикрепляться и к интегрину GP2B3A, который в активном или полуактивном состоянии находится непосредственно, то есть без фибриногена. Есть работа, в которой говорится, что у него есть участки, не вот этот домен А1, но другие домены, к которым может прилепиться интегрин. То есть активированные тромбоциты тоже могут к нему прикрепляться, хотя это не основной путь их отъезда. И кроме того, важно, что фактор Вилебранда на себе несет восьмой фактор свертывания крови и считается, что Вилебранд таким образом защищает этот фактор от протеолиза, другими ферментами, которые его разрушают. Это показано в частности, если определенные мутации приводят к тому, что фактор восьмой не может связываться с фактором Вилебранда, то начинаются проблемы с плазменным свертыванием у пациентов и с этим увязывают даже одну из форм гемофилии. То есть функций у него много, они разнородные и очень часто они опираются именно на механические вещи на молекулярном масштабе. В плане именно механочувствительности вот в этой системе GP1B факторов Вилебранда выделяют два ключевых момента. Это первое, как я уже сказал, это разворачивание, изменение конформации самого фактора Вилебранда. Вот здесь вот приведена цитата и картинка из наиболее ранней работы, которая, пожалуй, дала толчок всей этой области, как минимум в ее физической ипостаси и физико-химической ипостаси исследований, где применялись и моделирование, эксперименты. 2007 года работа. Шнайдер первый автор. Ну, тут много коллег известных тоже представлено. И они использовали совместно компьютерное моделирование, чтобы показать, что такая вот белковая глобула демонстрирует пороговое поведение в сдвиговом потоке или потоке Куэта. И при превышении скорости сдвига в среде выше определенной пороговой глобула из компактной конформации разворачивается в нитевидную. И вот здесь они эксперимент провели, они флуоресцент намеченный Вилебранд в микрофлюидной ячейке наблюдали в микроскоп и показали, что действительно вот за характерные времена порядка сотен миллисекунд, при скоростях сдвига выше 5000 обратных секунд, ну, в воде или в буфере в каком-то близком к вязкости плазму, они проводили. У них получилось действительно фактор Вилебранда разворачиваться в такую нить, потом, поскольку он не закреплен, эта нить переворачивается, снова собирается в компактную конформацию, снова растягивается. Ну, и вот такие осцилляции здесь на форме наблюдаются, но средняя длина полимера действительно становится пороговым образом выше, чем в компактном состоянии. Ну, вот и считалось, что такое разворачивание полимера увеличивает число сайтов связывания с тромбоцитами, и такие вот развернутые нити способствуют агрегации тромбоцитов. А второй момент, он более новый в плане того, как интерес к нему проснулся со стороны биофизиков. Он уже связан с эффектом на тромбоцитах, на мембранах этих тромбоцитов. Было показано экспериментально, что вот этот полный комплекс GP1B белка, в том числе с субъединицами вот этого GP9, они же вместе идут, GP1B, 9, 5 тут не показан, но вот это такой сложный белковый комплекс, который имеет трансмембранные домены, и внутри клетки также имеют хвосты, которые могут с другими белками, в том числе, если я не ошибаюсь, с цитоскелетом тромбоцита, они могут быть тут связаны. То есть здесь обнаружен способ передачи механического сигнала через изменение конформации белка внутрь клетки. Считается, что если потянуть вот за эту ручку с определенной силой, надо сказать, достаточно небольшой относительно тех, что может испытывать тромбоцит в потоке крови порядка 5 или 10 пиконьютонов, насколько я помню, то произойдет изменение вот этого вот механочувствительного домена, пока на самом деле гипотетически показано его наличие, то есть его кристаллическая структура неизвестна, достаточно трудно это все воспроизвести, но в экспериментах с кусочком вот этого рецептора показано, что есть определенные удлинения, показана длина этого домена, и показано, что он обратимо может вот так разворачиваться, высвобождают тут некоторое пространство, так что GP1b-бета и GP9 изменяют свою конформацию, в ответ на это изменяют конформацию трансмембранные вот эти части, и внутрь клетки тоже приходит сигнал в виде измененной конформации вот этих вот внутри клеточных частей этих белков. Как там дальше происходит, тоже достаточно сложный механизм, отчасти он известен, отчасти еще не до конца, поэтому я не буду подробно это рассказывать, но вот эффект такой механочувствительный, ему уделяется большое внимание, поскольку он увязывает непосредственно активацию механическую тромбоцитов, без необходимости ему ловить где-то аденозиндифосфат, без необходимости GP6 и коллагена соприкосновения, то есть может происходить активация тромбоцитов, в том числе вот в этой внешней оболочке тромба, которую я показывал несколько слайдов назад, вот, куда еще не успели дрифундировать сильные активаторы, которые привели к необратимой активации тромбоцитов, но при этом сил может оказаться достаточно, чтобы интегрины здесь начали сцепляться, потому как взаимодействие через GP1b-факторы Виллибранда достаточно слабое, ну вот, если смотреть по силам, которые может выдержать такая связь, а вот интегрины могут держать достаточно прочно эту оболочку, и сейчас уже считается, что слабая активация вот таких интегринов, обратимая во внешней оболочке, присутствует. Вот одно из подозрений связано с тем, что, возможно, вот такая вот механочувствительная, механосенсорная функция у рецепторов GP1b на тромбоцитах за это отвечает. Вот и третий момент, ну, по крайней мере, из тех, что известно мне сейчас, механочувствительности в регуляции системы первичного гемостаза и первичной агрегации тромбоцитов, он связан как раз вот с этим ферментом ADAMTS13, который нарезает фактор фон Виллибранда в норме на адекватные кусочки, там, порядка 30 димеров. Для того, чтобы он работал, необходимо, чтобы домен А2 растянулся под действием каких-либо внешних сил, гидродинамических, или там тромбоцит зацепился, и его тоже утаскивает потоком, и фактор фон Виллибранда здесь локально претерпевает конформационные изменения. Значит, А2 должен практически полностью быть развернутым, чтобы правильно вот этот ADAMTS13 распознал место прикрепления и расположение вот этого каталитического домена, MP-домена, должно быть четко напротив того места, где разрезается этот фактор фон Виллибранда. Его положение охарактеризовано, вот с структурной, там, молекулярно-биологической точки зрения многое известно, но вот сами конформационные переходы в таких вот крупных белках описать достаточно сложно, ну, в плане компьютерной симуляции это задача нетривиальная, потому что здесь либо придется чем-то пожертвовать точностью описания, вот, либо использовать феноменологические какие-то подходы и описания тоже, опять же, жертвуя тем, что мы не от основ работаем с этой системой, а привносим какие-то априорные вещи и так далее. Ну, есть несколько проблем. Проблемы в разной степени преодолены и преодолеваются. Я это хотел привести вот как один из примеров того, как механика на уровне молекул, то есть механические свойства этих молекул отдельных, определяют биохимию системы в целом глобально. Ну, и биофизику, конечно, если мы рассматриваем формирование тромбоцитарного агрегата как биофизический процесс, который биохимия включает как один из инструментов в себя. То есть биофизический, значит, более как бы общий. Там и физика есть, и механика, и вот биохимия в том числе. Значит, еще раз хотел подытожить вот эту водную часть, которую я немножко затянул. Я хотел бы подытожить теми проблемами, которые сейчас есть, научными, которые, на мой взгляд, наиболее актуальны. И вот здесь в рамочку выделены те проблемы, о которых я буду рассказывать, с которыми мы работали в конкретно данной работе, которые в докладе освещаются. А за рамками вот этой синей рамочки то, что за рамки работы выходит, но, на мой взгляд, интересно было бы иметь в виду, интересно обсудить в будущем. Основная проблема, ну, одна из основных, это понять, как размер механические и физико-химические свойства фактора Вилебранда влияют на агрегацию тромбоцитов в потоке вязкой жидкости. То есть если мы отвечаем на этот вопрос, зная, какие там мутации есть в этом белке, мы можем предсказать, как будут реагировать на это тромбоциты, либо повышенной агрегации, либо кровоточивость будет у пациента. И можно гипотетически предположить разные пути лечения, уже зная молекулярные особенности этой системы. Вторая проблема, установить взаимосвязь между структурой или конформацией белка фактора Вилебранда и его свойствами. То есть это непосредственно вытекает из первой проблемы, если мы знаем структуру, а сможем ли мы предсказать свойства этого белка. Одна из классических, не до конца еще решенных задач молекулярной биофизики, зная первичную структуру белка, предсказать, какой он будет формы. Форма может определять и его биохимические свойства. И третья проблема, понять, какие взаимодействия между доменами фактора Вилебранда определяют его конформацию и как это влияет на способность сцеплять тромбоциты. Это все задачи взаимосвязанные. Кроме того, задача, проблема, определить возможные мутации фактора Вилебранда, которые будут влиять на устойчивость к протеолизу и на его функции по сцеплению тромбоцитов. Это уже задачи более прикладного характера. Если будут решены первые три, то это откроет выход к этой задаче прикладной, предсказательного моделирования данной области науки. И пятая, которую я хотел бы выделить в задаче, это обозначить ключевые механочувствительные белки в системе тромбоцитов фактора Вилебранда и определить перспективные мишени для терапии тромбозов на основе предсказания компьютерных моделей. То есть здесь уже речь идет не только о мутациях фактора Вилебранда, но и GP1B, может быть какие-то другие белки здесь, которые я в данном обзоре не уделил им должного внимания. Какие там есть элементы чувствительности к механическим воздействиям и как они влияют на свойства этих белков и на их функции. Но здесь я в этой работе, о которой сейчас буду говорить, мы попытались на первые три проблемы, не то чтобы дать ответ, но как-то разобраться, что там происходит. И основным объектом исследования был, конечно, фактор фон Вилебранда. Исторически вообще существуют различные модели, различные подходы к изучению этого белка и его механочувствительных, механохимических свойств. Первая модель, вот Шнайдер я показывал, из нее все родилось, и она вдохновила много работ, в частности, вот несколько из наших работ, для исследования этого полимера в потоке жидкости. Чем она хороша? Она с точки зрения вычислительных ресурсов достаточно щадящая. Мы белок представляем в виде такой нити из шариков, соединенных пружинками. И здесь размер каждого шарика, он представляет из себя димер фактора Вилебранда, целый димер, и размера порядка 60-70 нанометров. То есть характерный размер минимального элемента, то есть разрешающая способность модели, грубо говоря, это 60 нанометров. В таком виде, без каких-то ухищрений, модель фактора Вилебранда можно вставлять в гемодинамические модели клеточного масштаба, то есть где у вас есть модели эритроцита, отдельные тромбоциты, и моделировать, что происходит на клеточном масштабе с этими белками. Но жертвовать приходится тем, что взаимодействия внутри димера мы никак не видим. И, соответственно, механические свойства этого димера мы заменяем на механические свойства вот этой пружинки. И вот здесь есть феноменология определенная, и надо либо путем сравнения с экспериментами, либо путем каких-то обнищевых расчетов показывать, что свойства подобраны правильно. Но это, на самом деле, видимо, небольшая цена за те преимущества, которые дает эта модель. Тем не менее, она не позволяет проследить интересные вещи, связанные со структурой димера, с конформацией этого фактора Вилебранда и с его механическими свойствами. А хотелось бы проследить это, конечно, на масштабе димера. И вот поэтому родилась идея создать такую мезоскопическую модель фактора Вилебранда, где мы каждым шариком представляем каждый отдельный глобулярный домен в составе димера. Из этих шариков мы можем собрать линейный полимер, назначить между каждым шариком определенный потенциал взаимодействия, то есть задать им силу взаимодействия, поместить это все в неявный растворитель континуальный какой-то, и, используя такой гибридный крупнозернистый подход, посмотреть, как будет конформация этого мультимера фактора Вилебранда зависеть от внешних условий. В частности, с этой моделью что можно делать? Можно посмотреть, как раскрывается домен А1, в какие моменты, в каких ситуациях это важно. Будет ли свободно плавающий фактор фон Вилебранда также прилеплять на себя тромбоциты в каких-то условиях, если у нас есть сложные геометрии сосуд, посмотреть, в каких местах он будет адгезионно-активным, а где можно не опасаться агрегации тромбоцитов, ну и так далее. Здесь размер каждого субъединицы, вот этой, каждого шарика, то есть разрешающая способность модели порядка 5 нанометров. Но это, конечно, все равно очень много, и если мы хотим прямо вот делать очень точную модель от основ, что называется, конечно, следующий путь – это микромодели, ну, как я их называю, микро, на самом деле здесь все микро, ну, просто чтобы разделить. Это модели с разрешающей способностью порядка 1 ангстрема, то есть полноатомные модели, либо крупнозернистые модели, но в которых, значит, сохраняется некоторая вот идея полноатомного моделирования, в частности, мы можем здесь использовать такие хитрые силовые поля гибридные, в которых backbone-цепь, ну, то есть основная полипективная последовательность, она разрешается с точностью до каждого атома, а боковые сайдчейнсы, боковые цепи этих белков, радикалы этих аминокислотных остатков, заменяются на такие вот сферы с каким-то эффективным потенциалом взаимодействия. Ну, и здесь есть разные степени огрубления этих моделей. Зачем здесь нужно огрубление? Конечно, можно использовать и полноатомную модель в явном растворителе, но у такой молекулярной динамики существенно ограничен диапазон по времени, сколько мы можем времени физического просимулировать и насколько это будет достоверно, ну, можно ожидать, насколько достоверность этой нашей модели. Обычно считается, что порядка сотен нанометров, ой, сотен наносекунд можно полноатомной моделью промоделировать, а дальше траектории начинают сильно расходиться, ну, из-за погрешностей различных и так далее. Поэтому можно попытаться настроить такую крупнозернистую модель, которая, с одной стороны, будет сохранять вот такое полноатомное описание, ну, как минимум разрешать различные вторичные структуры в этих белках, но при этом ее можно будет использовать на более длительных временах, то есть за 200 наносекунд моделировать, и при этом поместить ее в какой-нибудь растворитель, неявный или полунеявный, в котором можно создать гидродинамический поток сравнительно более, скажем, эффективно с точки зрения вычислений, то есть не уменьшить число атомов в системе, это всегда полезно для вычислений, но иногда это может приводить к определенным хитростям. Вот про эту часть я сегодня подробно говорить не буду, поскольку эта работа еще в стадии подготовки, но мы с коллегами вот тоже обратили внимание на такой подход к моделированию. Про первую модель макро я тоже подробно рассказывать не буду, поскольку подробно рассказывал год назад на таком семинаре вот про эти работы. А сегодня на мезоскопическом масштабе моделей фактора Виллибранда мне хотелось бы сосредоточиться, и я буду рассказывать про устройство вот такой вот модели, промежуточное положение, занимающее между полноатомным подходом и совсем огрубленным таким крупнозернистым подходом. Алексей, я прошу прощения, прежде чем вы перейдете к мезоскопической модели, не могли бы вы в двух словах коротко напомнить результаты про макроскопическую модель? Ну так из рисунка примерно понятно, что она разворачивается, но может быть все-таки вы напомните, что тогда нам будет проще воспринимать последующее. Конечно, конечно. Я попытался вот основные выводы, которые у нас получились при работе с макроскопической моделью, сформулировать в виде нескольких слайдов, где тезисно обозначена идея. Что мы отсюда поняли? Ну, прежде всего удалось установить, что конформационные изменения, то есть переход из компактной конформации в нитиевидную для такой модели, и равно как изменение свойств адгезионности в этой модели, чувствительны к длине макромолекулы. То есть большие длинные мультимеры разворачиваются при меньших напряжениях сдвига и активируются тоже. Ну, это понятно просто потому, что чем больше молекула, тем больше ее гидродинамический радиус, тем больше сила по закону Стокса действует со стороны жидкости. Ну, и вот здесь показаны некоторые количественные характеристики. То есть мы подбирали параметры для этой модели и сравнение с имеющимися экспериментами других авторов. Вот, и, значит, оказалось, что действительно вот здесь вот, например, темно-синяя линия соответствует модели, в которой 10 субъединиц, а красная модель, в которой 50 субъединиц, и мы видим, что, конечно, удлиняются они сильнее. Ну, это понятно, потому что белок просто длиннее, чем вот этот вот короткий. При этом, конечно, больше сайтов связывания у длинной молекулы для тромбоцита обнажаются. Но при этом, если мы еще введем активацию фактора Вилебранда, вот механическую, связанную с тем, что домены А1 и А2, как я говорил ранее, необходимо пространственно разнести друг от друга, и известно, что пороговая сила – это порядка 20-35 пиканьютонов, при которой происходит вот это вот изменение конформационное, то такая пороговая сила, то есть активация димеров, достигается далеко не всегда. Например, вот мультимер, в котором 10 субъединиц в нашей модели вообще не активировался при самых высоких сдвиговых напряжениях. 30, ну, активировался, но так тоже не полностью, примерно 50%. А вот длинные мультимеры, в которых 50 субъединиц, активируясь, ну, практически тут, ну, почти процентов на 80 они были активированными. Здесь совсем нелинейная такая зависимость получилась. Ну, и здесь, конечно, видно пороговость этого феномена, как по скорости сдвига, так и по числу субъединиц в этой модели. А скажите, простите, скажите, пожалуйста, вот в физиологических условиях, я понимаю, что в разных сосудах разные следовые напряжения, тут все сложно, как всегда, но примерно, если можно сказать, в физиологических условиях, что у нас получается? Вот какая часть молекул находится в развернутом состоянии? Можно как-то это оценить? В физиологических условиях, значит, соответствует вот этот диапазон, который мы считали, ну, порядка 501 на сантиметре в квадрате, это примерно то, что в артериолах достаточно крупных наблюдается при высоких скоростях сдвига. Да, забыл еще уточнить, что вот это касается фактора Виллебранда, который за один конец был прикреплен в модели. А, это существенно. Это существенно, да, потому что следующий результат, которым я хотел сказать, он зависит от того, прикреплен фактор Виллебранда или нет. То есть здесь мы в физиологических условиях, ну, то есть для вязкости крови, смотрели, значит, при каких скоростях сдвига разворачивается прикрепленный и неприкрепленный фактор Виллебранда. И оказалось, что вот неприкрепленный, он при 5000 только начинает как-то деформироваться вот эта глобула. При этом 500 обратных секунд, это в венулах бывает такая скорость сдвига вблизи стенки, 5000 – это уже патологические условия, которые бывают при сужении сосуда. Мы видим, что, наоборот, прикрепленный фактор Виллебранда уже в физиологичных условиях начинает разворачиваться и начинает активироваться. Ну, понятно, что если это крайняя ситуация, 500, там, 1000 обратных секунд, 2000 обратных секунд, пристеночная скорость сдвига – это нормально для микрососудов, для артериол и для артерий тоже крупных. Это вполне наблюдаемая скорость сдвига пристеночная, и в таких условиях прикрепленный фактор Виллебранда он уже начинает активироваться. А вот не прикрепленный, он еще защищен. Судя по всему, здесь как раз в гидродинамической природе весь этот феномен заложен, или можно его описать благодаря гидродинамическим терминам, потому что здесь есть вращательная составляющая, когда он движется, и за счет этой степени свободы часть энергии переходит не на деформацию глобулы, а на вращательное движение. А здесь же он закреплен жестко относительно какой-то точки, и просто вся сила, которая здесь приложена, ему вращаться некуда, здесь еще и поверхность ему мешает проходить, его растягивает. В общем, прикрепленный к поверхности мультимер Виллебранда при скоростях сдвига больше 500 обратных секунд разворачивается и активируется достаточно хорошо. Именно поэтому здесь нужна металлопротеаза ADAMTS-13, которая в таком вот развернутом состоянии нарезает этот фактор Виллебранда на маленькие кусочки, ну и как раз это выглядит непротиворечиво с той картиной, когда, допустим, из эндотелия выходит этот Виллебранд, он начинает потоком растягиваться, здесь силы такие в каждом димере, что домен А2 разворачивается и металлопротеаза ADAMTS-13 может разрезать фактор Виллебранда. Дальше свободный кусочек отрывается и свободный кусочек, он уже стремится перейти, ну, может не в такую, но в какую-то более компактную, защищенную от связывания тромбоцитов конформацию. То есть, один из выводов работы с такой макроскопической моделью позволил показать, что прикрепление существенно важно для того, чтобы Виллебранд активировался и начал прикреплять на себя тромбоциты. Можно спросить? Да, да, да. То есть, когда нарезается вот этот белок, он отсоединяется от стенки, поступает в поток, и все нарезанные они в потоке находятся. Да, да. Спасибо. Спасибо. Ну, то есть, вот один из способов это контролировать число Виллебрандов, которые прикрепляются к стенке. Гораздо выгоднее бывает, как один из выводов этой модели, если бороться с агрегацией тромбоцитов на какой-то поверхности, значит, лучше предотвратить прилипание Виллебранда к этой поверхности. А он потом из потока может обратно прилепиться к стенке? Ну, он теоретически может, потому что если где-то коллаген обнажился, он может, у него есть домен для связывания с экологеном, он может прилепиться к стенке и развернуться. Если будут сдвиговые напряжения патологически большие, например, если есть стеноз сосуда какой-то, больше 5000 обратных секунд, он может развернуться, и не будучи прикрепленным, но в таком состоянии велика вероятность, что он кого-то зацепит. Наверняка тромбоциты какие-то к нему прилипнут, даже если он не прикреплен к стенке. Но чем опасна именно вот такая вот ситуация внизу, когда он прикреплен, здесь, ну, скажем, связывание тромбоцит необратимое, и тромбоцит при этом больше силы испытывает со стороны потока, поскольку, условно говоря, тромбоцит сюда прилипает, его скорость относительно стенки ноль, скорость жидкости относительно стенки какая-то средняя, да, и вот эта средняя скорость на радиус гидродинамический тромбоцита дает нам силу, с которой он тянет. Вот эта сила, она оказывается больше, чем если бы вот здесь тромбоциты прилипли на велибранд в потоке, потому что относительные скорости твердого тела относительно жидкости как раз и влияют на силы, которые деформируют вот этот объект. Что-то не меньше оказывается, потому что сам тромбоцит в потоке жидкости движется. То есть такая гидродинамическая вот история происходит. Так, ну и дальше, значит, длинный третий вывод, который получился из этой модели, когда мы уже рассматривали взаимодействие велибранда с тромбоцитами, мы рассматривали разной формы и естественной сплющенной, вот такой вот, смотрели на траекторию тромбоцита, и, значит, сферические частицы тоже, смотрели, как они прилипают в модели. Для сферических частиц удалось даже получить такую вот формулу критической скорости сдвига, которая разделяет прикрепленную клетку от неприкрепленной. То есть если скорость сдвига пристеночная больше, чем вот эта критическая, то такой шарик прилепиться не может. Если меньше, то, соответственно, прикрепляется. И оказалось, что чем длиннее мультимера фактора велибранда, тем при более высоких скоростях сдвига можно удержать тромбоцит. Ну, здесь вот построена такая вот диаграмма, где еще входит в качестве параметра соотношение размера клетки к контурной длине мультимера фактора велибранда. То есть это еще надо, конечно, учитывать. Ну и теория совпала здесь с симуляцией. Вывод такой, что длинный велибранд необходим, чтобы тромбоциты при высоких скоростях сдвига цеплять. Потому что короткий, просто геометрический, механический не способен удержать тромбоцит на месте. Но очень длинный, это тоже плохо, поскольку дальнейшего прироста они к функциональности не дают в этой системе, но при этом могут способствовать тому, что просто большие агрегаты тромбоцитов соберутся, это не нужно, они могут что-то закупорить, это опасно является. Вот, и теперь, если нет вопросов, я хотел бы уже переходить к мезоскопической модели, поскольку, как я уже говорил ранее, вот та модель простая, где мы каждый шарик, каждым шариком представляем целый димер фактора велибранда, она полезна, но она не на все вопросы позволяет нам ответить. Вот мезоскопическая модель была призвана как раз ответить на вопрос, а что происходит между доменами, как изменяются расстояния между ними при различных гидродинамических условиях, при различных ситуациях, когда он свободный фактор велибранда или же закрепленный. Что происходит между этими доменами, как меняется их относительное расположение, как меняется вообще конформация всего этого белка и в целом мультимера. И это важно, поскольку домен А1, как сейчас считается, для прикрепления к тромбоциту он должен отстоять на определенное расстояние от домена А2 и А3, чтобы было достаточно места, чтобы вот GP1B смог здесь вот расположиться и прикрепиться к нему. Второй момент заключается в том, что домен А2, он может тоже чувствителен к механике системы, к механическим воздействиям на этот белок. Он может разворачиваться в нитку и вот здесь обнажать вот этот сайт, где Адам ТЕС-13 его разрезает. Ну, домен А3, также, чтобы он к коллагену прилеплялся, и тоже есть работа, что необходимо вот этот вот триплет, его называют А-триплет в некоторых работах, чтобы он, скажем так, пространственно отдалился друг от друга. Ну, и интересно было, какова конформация, какова роль вот эта вот хвостация концевого букета, или С-хвостак, я его называю, во всей этой истории, связанной с конформацией фактора Виллебранда, с адгезией тромбоцитов на него и так далее. И поэтому модель мы создали вот такого вот вида, где каждый шарик, вот элементарные единицы модели, конечно, соединены над пружинками со своими соседями, поскольку это линейный полимер, но, значит, каждый шарик по размеру своему и по гидродинамическим свойствам соответствует одному вот такому вот домену функциональному, то есть здесь зеленый шарик соответствует домену А1 в структуре фактора Виллебранда. Вот домен А2 он представили двумя шариками, но между ними есть потенциал взаимодействия, который позволяет им схлопнуться в один шарик, грубо говоря, то есть расстояние между центрами шарика будет сильно меньше, чем его диаметр, и это имитирует как раз раскрытие-закрытие этого домена. Тут особая связь применена, особые механические свойства у этой пружинки, которые позволяют ей растягиваться на длину полностью вытянутого домена А2. И дальше здесь механическая схема представлена на рисунке, дальше все по аналогии, каждый шарик это отдельный домен. Особенности заключаются в том, чтобы правильно воспроизвести, по крайней мере, в сравнении с данными электронной микроскопии, форму этого хвоста из С доменов, пришлось ввести потенциалы угловые, то есть потенциалы сохранения угла между связями. То есть не на кручение, а именно на угол просто между двумя этими связями линейными. Здесь пришлось ввести так, чтобы сохранялось угол 180 градусов, а вот здесь СК домены пришлось описать с помощью угла, сохраняющегося 90 градусов. Но опять же, формулу я покажу на следующем слайде, это все гармонические потенциалы были введены. Пружинки вот здесь вот, оранжевые и красные, это так называемый конечно растяжимый, нелинейный, упругий потенциал, который при малых растяжениях напоминает закон Вука, квадратичную зависимость от дельта Р, а при больших выходит на асимптоту. Давайте сразу, раз я начал об этом говорить, покажу, какие потенциалы взаимодействия здесь использовались. Вот потенциалы, связанные взаимодействия угловые, я сказал, это гармонический потенциал, а вот это фенопотенциал, он часто используется при моделировании полимеров, поскольку он похож на закон Вука при малых деформациях, а при больших он просто не позволяет бесконечно растягивать эту полимерную цепочку, придавая некоторую конечную длину. То есть есть дельта Р максимальная, которая лимитирует растяжение вот каждой вот этой связи, и поэтому цепочка не будет бесконечно растягиваться, как если бы это был чисто гармонический потенциал, а упрется в некоторый потолок и будет воспроизводить такие вот свойства нерастяжимой нити в этих условиях. И здесь есть еще несвязанные взаимодействия между доменами, которые, во-первых, не позволяют им схлопнуться, все это коллапсировать в одну точку материальную, то есть здесь домен каждый имеет некоторый свой размер и не позволяет внутреннего проникнуть. А кроме того, есть потенциал Ленарда Джонса с притягивающей частью, которая позволяет описывать белок-белковые взаимодействия, да, с некоторой феноменологией, конечно, но мы можем единообразно подобрать амплитуду вот этих потенциалов и как минимум гарантировать те силы, при которых эти белки отрываются друг от друга и наоборот схлопаются. Особое рассмотрение, особый потенциал несвязанного взаимодействия было для этих двух шариков, описывающих N-концевую и C-концевую часть домена А2, ну, потому что они просто должны в ненагруженном состоянии сходиться как бы в одну точку и здесь вот был минимум этого потенциала при расстоянии R равной нулю между этими шариками обозначено. Для Ленарда Джонса такое не получится, конечно, поэтому вот здесь вот потенциал Морзе был использован. Вот, и что еще не сказал здесь, это как устроена сама методика компьютерного моделирования. То есть, с одной стороны, это динамика частиц, хорошо знакомая всем, основанная на втором законе Ньютона. Вот здесь вот уравнение дифференциальное показано. Понятно, что причиной изменения импульса системы является силой, действующей на частицу. А скорость это производная от радиуса вектора, то есть, от координат по времени. Да, и все заключается здесь, вот в этих силах. Силы здесь у нас состоят, как водится, из потенциальных и диссипативных сил. Потенциальные силы описываются некоторой потенциальной энергией, куда входят все упругие взаимодействия и несвязанные взаимодействия молекулы, которые я только что показал. А вязкая сила как раз дает нам взаимосвязь между динамикой частиц и гидродинамикой, то есть, динамикой жидкости, в которую это все погружено, при том, что жидкость описывается не как в DPD классическом наборах частиц, а континуальным способом. Но не с помощью уравнений на вес токса, а с помощью более общего уравнения, кинетического уравнения Больсмана. Здесь мы используем подход, называемый решеточный Больсман, Летис-Больсман по-разному называют. И решается вот такое уравнение у классического кинетического уравнения Больсмана. Справа здесь стоит столкновительный интеграл, который описывает перераспределение частиц в данной точке пространства после того, как частицы, молекулы жидкости столкнулись друг с другом и как распределяют их скорости после этого. f маленькая это одночастичная функция распределения в шестимерном фазовом пространстве, которая говорит нам вероятность обнаружить частицу жидкости в данный момент времени в данной точке пространства и с данным вектором скорости. Поэтому дискретизировать его также надо в шестимерном пространстве по трем пространственным измерениям с помощью регулярной кубической решетки и в скоростном фазовом пространстве с помощью в данном случае 19 элементарных векторов скоростей. После дискретизации получается вот такое сравнительно простое уравнение и особенность этого метода его преимущество в том, что его сходимость не зависит от размера и формы вот этой сетки пространственной. Поэтому мы можем кубическую решетку использовать и добиваться требуемой точности изменением шага по времени и шагу по пространству. Алексей, простите, я примерно понимаю, что вы говорите, но скажите, а вот нужно ли было все-таки вводить летис больше, все-таки это довольно сложно, а не рассматривать просто постоянное поле скоростей, типа того, что у вас показано правом рисунке с постоянным двиговым напряжением. Вот насколько это существенно? В принципе, так можно было бы поступить, наверное, если мы на мезоскопическом уровне, нет, на макромодель предыдущую ты показывал, так тоже делают люди, но здесь на мезоскопическом уровне мы должны учесть еще и тепловые флуктуации, потому что иначе у нас конформация будет всегда замороженная, неравновесная. И, ну, конечно, можно было бы назначить тепловые флуктуации вот сюда, но было принято решение использовать такой термализованный Латис-Больсман, потому что здесь этот метод хорошо опробован и здесь многие им пользуются и говорят, что вполне себе удовлетворяет центральной дисципативно-релаксационной теореме, дисципативно-флуктуационной теореме вот эта поправочка Хи, которая отвечает за тепловые флуктуации. Это первая вещь. Значит, второй фактор, почему именно Латис-Больсман решили использовать, потому что хотелось дальше посмотреть не просто в сдвиговом потоке, как себя ведет, а в более сложной геометрии, то есть задать сосуд какой-то хитрой геометрии и как в этом микрососуде поведет себя фактор Велебранда и в этих условиях конечно априори поле скорости предположить мы не могли достаточно хитро это было бы. Скажите, вот эти макромолекулы на скорость жидкости влияют в вашей модели или нет? Ну и когда она одна, по моим наблюдениям тут больше жидкость влияет. Нет, теоретически в модели введено вот это то есть в уравнении в Летис-Больцман входят каким-то образом вот эти макромолекулы? Я сейчас не понимаю. Она может, теоретически она может как и любой объект погруженный в Летис-Больцман потому что здесь есть сила вот этого она входит дальше в этот омега перенормированная столкновительная интеграл через вот это вот равновесное и вот эта вот сила которая вязкая которая пропорциональная скоростей она сообщается и сюда и сюда с противоположными знаками то есть третий закон Ньютона здесь выполняется Понятно то есть в принципе вы это учитываете То есть изначально вот этот подход родился просто модификацией вот предыдущей модели где очень грубый был фактор Вилебранда но были клетки жидкости и в таких условиях движение тромбоцита эритроцита было проще считать чем если допустим использовать навес токса обычный а при движении своем конечно клетка локально поле скорости сильно видоизменяет и вот такой подход когда просто назначаем скорость для моделей где клетки у нас присутствуют оно казалось неточным а вот это родилось как именно эволюция той модели пока без тромбоцитов может быть потом и добавим но то есть то что показывали картинки когда у вас катятся тромбоциты это сделано с летис больсман да да здесь он был необходим вот здесь и у вас а как они у вас взаимно проникающие или исключающие или объем исключается я имею ввиду тромбоцит и летис больсман объем тромбоцита исключается ну можно сделать по-разному на самом деле здесь тромбоцит представлен как некоторая оболочка достаточно жесткая слабо деформируемая внутри у нее как бы пусто туда можно поместить какие-то другие частицы если есть необходимость но у нас необходимости в этом не было заполнять этот пустотут внутри тромбоцита просто потому что там было меньше двух элементов сетки помещалось внутри тромбоцита и он вел себя как твердое тело вполне из-за этого то есть там можно сказать что с модельной точки зрения жидкости внутри тромбоцита не было с точки зрения эритроцита там интереснее история я наверное в следующий раз или вот на симпозиуме сделаю доклад с учетом того как мы тромбоциты в той модели настраивали и там та же идеология то есть есть внешняя оболочка и внутри как бы та же самая жидкость но здесь есть свои нюансы которые достаточно недавно стали понятны потому что вязкость вещества которые внутри эритроцит находятся гемоглобина концентрированной зори из белков она видимо оказывает влияние на механику эритроцита самовозгласть да понятно очень интересно значит я продал виталия у меня много времени еще а скажите сколько вам нужно времени еще а я хотел дальше уже рассказать про валидацию модели но я это могу очень кратко просто пробежать понимаете часто так делаем то есть если у вас еще несколько минут мы конечно задержимся если дольше то можно перенести на следующий раз сделать хотя мы предполагали сделать последнее заседание но мы можем сделать еще одно заседание я думаю я минут 5 еще займу а ну тогда пожалуйста спасибо еще вопрос в чате Алексей да какой вопрос сейчас минутку а это Игорь Чернявский написал да что он должен уйти очень интересный доклад спасибо интересно какие механизмы ведут к формированию областей низкой и высокой плотности тромба и есть ли обратная гидродинамическая связь для адгезии к сожалению мне нужно быть на другом на другой встрече но Игорь уже по-моему ушел поэтому наверное отвечать тогда смысла не имеет но я в любом случае благодарен за интерес и за вопрос в плане этого вопроса ну пока у меня готового ответа нет одна из проблем на которые хотелось бы ответить вот с помощью таких моделей и сочетания моделей экспериментов почему там более плотные внутри проявляются есть гипотезы разные отношения того что активация тромбоцита приводит к тому что тромбоцит становится скажем так неправильной формой заполняет вот этими филоподиями все пространство межклеточное либо там ретракция тромба есть такой феномен связан с тем что активированные тромбоциты используя активно-миозиновые аппараты скелета могут притягиваться друг к другу это вот в частности то что Дима Нечипуренко исследовал некоторое время назад но конечно гидродинамика наверняка будет влиять на структуру вот этого оболочки тромбоцитарного агрегата и это то что нам тоже хотелось бы в будущем посмотреть вот это по вопросу да ну и дальше если других вопросов нет я тогда быстренько покажу как мы валидировали модель просто принципиально вот в работе Мюллера и коллег еще была работа Лёфа в другом журнале здесь я показываю именно данные вот из статьи Мюллера взятые группа ученых сделала следующее они взяли зондирующий микроскоп атомно-силовой микроскоп и к антилеверу его прицепили один из хвостиков димера вот этого точнее D'3 домен они прицепили с помощью линкера к антилеверу специальным образом и вот этот антилевер отодвигали кверху от поверхности нижний конец они зафиксировали и здесь был определенный вот этот линкер у него была определенная жесткость с определенной скоростью они отодвигали вот это и смотрели на силовые кривые потому что атомно-силовой микроскоп позволяет померить силу которая действует на антилевер силу которая его изгибает силу от растяжения они построили вот в таком опыте и вот на это мы ориентируемся в первую очередь чтобы правильно задать потенциалы взаимодействия между вот этими доменами и правильно задать коэффициенты жесткости для связанных взаимодействий между различными доменами и в целом у нас получилась эта ситуация важно сказать что они рассматривали разные PH среды и вот этот PH приводит либо к тому что вот этот C концевой хвостик застегивается как молния и становится достаточно жестким в основном благодаря связи между D4 доменами либо он такой свободный и не застегнутом состоянии и тогда пропадает вот этот пик на этой кривой и по расположению пиков и по высоте вот этих пороговых сил мы откалибровали потенциалы взаимодействия и жесткость жесткость вот этих пружинок которые соединяют все шарики в данной модели второй аспект был связан с поведением мультимера фактора Виллибранда в потоке с двиговым и мы пытались найти то что обнаружили в работе Шнайдера в экспериментах и в их модели тоже вот эту пороговость разворачивания при определенной скорости сдвига у них в статье обозначена скорость пороговая 5000 обратных секунд у нас получилось что для самых удачных таких вот наборов параметров это скорость сдвига составила ну 7000 обратных секунд возможно мы просто немножко недооценили гидродинамические радиусы отдельных вот этих вот шариков а может быть еще и потому что у них в работе не указана средняя длина мультимера мы же фиксируем длину мультимера то есть 10 например берем и понятно вот из предыдущей макроскопической модели что чем больше мультимер тем легче его развернуть в двиговом потоке может быть у них просто мультимеры подлиннее были не 10 субь единиц а 20 или 30 как в норме бывает но в целом у нас весьма удовлетворительно и качественно и коричнево как я считаю у нас совпадение есть и далее мы еще сравнили конформации мультимера в условиях статичной жидкости то есть с тепловыми флуктуациями но без сдвига глобального и показали что после уравновешивания первоначальной структуры белка в течение какого-то времени у нас собираются вот такие вот конформации и это напоминает верхнее ну точнее B вот это напоминает ситуацию когда PH7.4 в работе Джоу и коллег электронной микрофотографии вот которые я уже показывал с другими параметрами у нас получается здесь более глубокий потенциал взаимодействия между желтыми вот этими вот хвостами у нас собирается такая вот такая же нитка но более плотная скажем так здесь нет отдельных вот этих вот как сказать тонких нитей состоящих из конце концевых доменов они все подбираются и все компактизуются такая ситуация характерна для более низкого PH среды ну и мы считаем что примерно параметры подобрали взаимодействие единственное что их конечно пришлось подбирать для взаимодействия между желтыми вот этими шариками для параметры взаимодействия их пришлось подбирать скажем так адхок то есть для описания данного эксперимента просто варьировали свободный параметр и в каких-то условиях пришли к оптимальным ну а если мы его переберем то у нас весь белок собирается в такую очень компактную глобулу весь мультимер который здесь не ну по крайней мере в этих опытах не наблюдалось то есть здесь с этим параметром взаимодействия между желтыми димерами еще много непонятного и в перспективе мы планируем использовать полноатомные модели молекулярно динамические чтобы охарактеризовать потенциал средней силы и уже от основ как бы более точно это взаимодействие здесь описать ну а результаты моделирования здесь в основном представляют из себя поведение сначала одного димера его устойчивость к тепловым флукуанциям скажи пожалуйста от заряда там на боковых цепях да получается да Леша в основном да там есть заряженные аминокислоты и зависит вот если если о С доменах говорить там еще и структура у них такая она немножко завитая такая вот спиральку они механически хорошо зацепляются вот из первых расчетов как мы видели а вот Д4 домена там считаются именно на боковых цепях поверхностных аминокислот которые наружу выходят эти гидрофильных там как-то хитро распределены заряды но так не скажешь что это прям вот диполь получается то есть там получается что вам нужна реально полноатомная модель заменить боковые цепи на шарике не получится в полноатомная например допустим если удастся выделить определенное число характерных сайтов 1-2 центры притяжения так называемые тогда вот это то что хотелось бы сделать например хотя бы для C домена вот для D опять же надо сделать сначала эту модель полноатомную померить при различной взаимной ориентации двух белков какие силы действуют вот это то что мы хотим сделать если получится что там какие-то сайты взаимодействия то это сильно упростит задачу мы просто добавим несколько таких вот материальных точек в эту модель и уже будет точнее вот ну вот здесь при разных параметрах мы смотрели устойчивость этого димера но оказалось что конечно D4 домены сильно взаимодействуют друг с другом это вот мы из силовых кривых установили вот это 40 КТ их амплитуда взаимодействия она все определяет либо они будут застегнутые с флутуациями расстегивания вот это вот хвостика C концевого либо если там тоже какое-то взаимодействие есть этот хвостик будет плотно застегнут почти всегда если D4 не взаимодействует то практически ну он может застегиваться периодически вот эта вот молния C концевая может и расстегиваться то есть есть некоторые флуктуации расстояния между концами этого димера но при этом всегда вот этот триплет из А доменов синий это А1 красный А2 А3 это зеленый они здесь наоборот А1 это зеленый синий это А3 ну не суть важно важно что они всегда собирается вот такой вот триплет компактный и это как-то предотвращает вот ненужную агрегацию тромбоцитов это правдоподобно как минимум выглядят если сравнивать с тем что электронные микрофотографии показывают это амплитуда в потенциале Ленарда Джонса ну энергия между С и С между двумя желтыми а яма яма понятно да да глубина потенциально меньше ямы растягиваться понятно меньше ямы не застегиваться меньше сила соответственно да и здесь показано во времени как это себя ведет то есть если яма большая даже при учете того что Д4 не взаимодействует тут форма как минимум радиус инерции белка он почти не флуктуирует а если какие-то меньшие значения ЕЦ и ЭПСИН то есть флуктуации то есть вот ситуация когда он расстегнут вот здесь он застегнут тут снова расстегивается ну и поведение в общем понятно и такое предсказуемое получилось ну дальше смотрели на различные характеристики в частности вот это радиус инерционный да на кубинаде ямы она же собственно говоря на атоме сила микроскопии может быть оценена правильно то есть эти силы с которой натянуть чтобы это дело раскрылось ну вот да если говорить про Д4 то здесь здесь очень резкий такой большой пик 80 пиканютонов силы и здесь весьма характерно можно промерить эту штуку а если говорить про ситуацию когда только ЦИЦ домены то на фоне вот этого резкого пика их не видно то есть все обрывается вот в этих экспериментах и как бы трудно прощупать мы понимаем что сила это сильно меньше чем глубина потенциальной ямы для ЦИЦ сильно меньше чем 40 КТ но сколько там 5 10 или 20 ну не 20 это точно потому что я делал промежуточные расчеты с разными ЕЦ там получилось порядка где-то 7-4 КТ более-менее воспроизводят эту кривую иначе появляются артефакты из-за того что ЕЦ здесь молния частично застегивается и там не совпадает с этими силовыми кривыми то есть здесь действительно открывается задача может быть для экспериментаторов сделать вот чисто вот этот хвостик и померить для ЕЦ я хотел сказать что для сильного взаимодействия такого ярко выраженного с большой энергией взаимодействия даже для энергии раскрытия А2 домена здесь и сила хорошо прослеживается сила порядка 20 пикамильт на пиковое вот это вот видно здесь а вот для слабых взаимодействий вот этих C-концевых это только подбирать пришлось и то не идеально даже получилось но это скорее всего из-за того что жесткость пружины можно было по-другому настроить более жестко вот ну да там слабые взаимодействия на FM здесь на цельном димере к сожалению пока данных нет значит из параметров в основном мы наблюдали за радиусом инерционным белка который вот так считается и гидродинамический радиус он вот так вот вычисляется здесь ну оказалось что действительно если молния застегивается то более компактная структура не только у димера но и у мультимера получается если молния не застегивается то конечно менее компактная структура вполне ожидаемые результаты и значит оказалось что даже небольшое притяжение между секундс своими домерами все равно приводит к компактизации белка иногда даже к избыточной вот такой компактизации это скорее всего из-за того что ненаправленные взаимодействия а именно такие анизотропные наоборот изотропный потенциал был введен и не было каких-то центров связывания между этими белками и вот они начали параллельно друг с другом агрегировать вот эти два хвоста хвост к хвосту начали агрегировать вот такую очень плотную структуру но если уменьшить вот этот цц эпсимон цц то получается что-то похожее на то что видно в электронной микро на электронных микрофотографиях ну и конечно чем больше вот этот размер мультимера тем более он чувствителен к изменениям взаимодействия между этими доменами но основной переключатель структуры здесь оказался вот это основание молнии это D4 D4 домены то есть взаимодействие между ними в том числе и у мутантных форм белка представляет интерес в частности мы знаем что формирование вот таких вот димерных букетов их называют или вот таких вот застежек молнии оно способствует упаковке фактора Виллибранда на ранних стадиях когда он еще внутри клетки он еще упаковывается в тельца Вайбеля паллады в виде таких вот трубочек длинных это может быть очень важным для того чтобы он правильно секретировался в кровоток то есть изучать вот эти вот белки уже оказывается возможным то есть отдельно уделять внимание C белкам D4 белкам и комбинировать полноатомные модели с крупнозернистыми это может дать некоторые ответы то есть мы подходим к такому предсказательному моделированию ну и здесь вот я показал некоторые кадры из симуляции когда видно что свободно движущиеся факторы Виллибранда мультимер в сдвиговом потоке достаточно быстром то есть патологическом уже 10 четвертых обратных секунд здесь происходит и анфолдинг доменов А2 то есть он разворачивается может быть разрезан хотя эта вещь неустойчивая то есть поскольку он кувыркается еще вот так они могут и обратно схлопнуться и это кстати совпадает с тем что мы делали с микроскопическими моделями и домены А1 и А2 также могут расходиться в пространстве но тоже на какое-то короткое время то есть опять же получается прикрепленный фактор Виллибранда он больше подвержен всем этим механическим растяжением и соответственно раньше активируются в нем домены А1 и при меньших же скоростях сдвига у него начинается он становится подверженным к действию металл-протаза АДМТС-13 и вот на этом я хотел бы закончить здесь на данном слайде представлены основные результаты и выводы я их практически все озвучил поэтому для экономии времени разрешите пожалуйста не зачитывать я лишь хотел сказать что открытым до сих пор является ряд вопросов в частности вот о направленности потенциала средней силы для указанных пардоменов вот ну и о том как в будущем можно предсказать четвертичную структуру или конформацию мультимера при различных мутациях этого белка в различных его частях вот спасибо за внимание я также хотел бы поблагодарить РФФИ физический факультет НИВЦ МГУ на базе чего было возможно это исследование и вот коллег Симона Мелькиона Мелькиона Фабио Стерпоне с которыми мы разрабатываем такую вот молекулярно-динамическую модель фактора Вилебранда и студентов которые принимали участие в этой работе Юля Кущенко Дай Юркова и Ноль Гуанжон Су спасибо за внимание Большое спасибо Алексей за очень интересный доклад я уверен что у нас много вопросов у меня в том числе но к сожалению мы должны будем сейчас прерваться потому что нас ждут чтобы обсуждать как раз таки организацию нашего октябрьского вокшопа поэтому Алексей ну и мы по ходу дела конечно что-то уже обсуждали поэтому Алексей мы будем конечно очень рады и в дальнейшем вас заслушивать у нас на семинарии на наших конференциях так что у нас еще будут конечно возможности все это обсудить вы позволите ваш доклад разместить у нас на сайте да да ну прекрасно тогда слайды у нас будут и при если будут какие-то вопросы у слушателей то тогда можно наверное будет к вам непосредственно тоже обращаться с какими-то вопросами тогда еще раз спасибо действительно было очень интересно тем более что вот мы занимаемся какими-то вопросами свертываемости так что это для нас двойне интересно вот хочу напомнить что это наш последний семинар перед каникулами так что мы сейчас закрываем работу нашего семинара ну а как в сентябре или в октябре это мы посмотрим мы его конечно же возобновим так что все наши участники слушатели приглашаются уже осенью для продолжения работы нашего семинара сейчас я попрошу Алексея Токарева и сентябре